На сегодняшний день, как заявили участники пресс-конференции, только в строительной отрасли Преамурья существует свыше 40 тысяч рабочих вакансий. Полностью заполнить их в кратчайшие сроки не представляется возможным. Тем не менее, ряд соответствующих мер уже предпринят. Мы уже на 2021-2022 год провели работу по увеличению набора на строительные профессии, в частности на мастера общестроительных работ. Мы на 100 человек планируем увеличить прием абитуриентов. Далее мы проанализировали материальную базу и кадровый потенциал наших колледжей и заявляем, что порядка трех тысяч человек мы готовы обучить в рамках профессиональной подготовки, в том числе по ускоренным программам. Помимо этого, образовательные учреждения расширили перечень программ профподготовки, а также существенно улучшили и качество обучения новых кадров. В 2020 году мы создали новейшую мастерскую по электромонтажу в Благовещенске на базе колледжа строительства и ЖКХ. Мы модернизируем площадки по подготовке сварщиков в Белогорске. У нас есть уникальный специализированный центр компетенции, единственный, кстати, на Дальнем Востоке по малярным и отделочным работам в Благовещенске. Кстати, и сами работодатели стали гораздо активнее вести поиск новых кадров. Причем эксперты отмечают, что в сознании многих из них приоритет теперь отдается именно соотечественникам. И не только из-за запрета на въезд иностранцев. От ряда строительных организаций мы уже слышали такое мнение, что вы знаете, даже если, может не в ближайшее время, но что даже если откроют границу с Китаем, мы уже не готовы завозить китайскую рабочую силу, потому что они понимают, что россияне все-таки это более качественное исполнение своих обязанностей. Китайцы это что? Это скорость. А российские работники, с ними все-таки проще где-то договариваться, проще требовать от них качество работы. Также отмечают специалисты, дефицит рабочей силы в сфере строительства уже привел к расширению мер социальной поддержки работников со стороны работодателей. Это и оформление льготной ипотеки, скидки на покупку квартир, предоставление и частичная оплата арендного жилья. Уровень заработной платы, отмечают специалисты, также вырос. Если раньше порядка 50 тысяч работник на руки получал, то сейчас могу сказать, но это со слов именно строительных организаций, квалифицированный каменщик штукатур, 100-150 тысяч, это те суммы, которые сейчас нам называют работодатели, они готовы платить за хороших работников. Все эти меры в комплексе помогут решить вопрос нехватки рабочих рук в строительной отрасли. Однако, признаются эксперты, полностью избавиться от многолетней зависимости от иностранных специалистов быстро все же не получится. Евгений Вдовенко, Андрей Светков, Амурское областное телевидение.